Кто понесет ответственность за уничтожение убежища краснокнижных птиц в Иркутске? Этим вопросом озадачены местные жители. Они обратились с жалобой. Покровские озера в областном центре начали засыпать. Наша съемочная группа выехала на место. Отдыхают на горах песка, потому что больше негде озеро, которое облюбовали птицы в Иркутске, начали засыпать. И действия строительной техники в этом случае могут грозить настоящей пернатой катастрофой. Связь прямая может быть с Наволенинскими озерами. Птицы перелетают через Ангару туда-сюда. Если в районе Наволенинских буквально десятки видов птиц включены в федеральную и региональную красные книги, то и здесь наверняка часть из них встречалась стопроцентно, а некоторые гнездились. Уничтожение таких мест остановок перелетных птиц ведет к снижению их численности. Покровские озера – один из немногих сохранившихся в городе водноболотных комплексов. Это естественное убежище пернатых, особенно в период миграции. Пока рано делать выводы, как работа по засыпке отразилась на численности птиц. Ведь непонятно, насколько масштабную деятельность ведут на Покровских озерах. То, что работы ведут здесь не первый день, очевидно, за моей спиной лишь небольшая часть утрамбованной площадки. В целом же ее площадь примерно как стандартное футбольное поле. Везде ли под слоем песка находилось озеро, или пока засыпали лишь небольшую часть водоема, сказать сложно. Как и то, есть ли вообще разрешение на проведение подобных работ. Сегодня мы сделали запрос в городскую администрацию. И в ближайшее время надеемся получить ответ. Тогда и станет понятно, лишится областной центр места прибежища редких птиц. Или им еще будет, где остановиться и обустроить гнезда. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Новости по будням.